не смогли да остальные все значки обратите внимание нормально здесь против мы ждем детской бутылки зайдешь посадим на бутылку у меня просто то пищи то не пищи я боюсь просто заходить думаю вдруг опять пищать не будет а если будет а если будет и вы туда вы меня раздевать будет если пищать будет а туда не зайдет я не мог пищал один практически просто так пищать не могут покажите что ты взять я показывайте я снимаю вы же не против? против? я не слушал против давайте вак пакетах посмотрим вы же ему показывали он охранник а вы охранник? дяденька в охранник? а где у вас корочка охранника? удостоверение есть с собой? я Павлик и он Павлик здесь просто девочки интересно в охраннике не будете показывать нет? охранник обязательно показывать пока хотим удостоверение это серьезно что вы стесняется что то? видите не стыдно что охранником в работе правильно? Или стыдно? Ну, что, обиженный. Слушай, а почему тебя спросили о достоверении? Что-то у тебя спросили. Мало, не вышел. Ты говоришь, что-то мерзкий, давай выгодствоверение. А тут еще у кого-то пищал? Он просто немножечко не так. Если бы я тоже нежно подходил аккуратно, ну, как он, да, простите, можно посмотреть. Они бы даже не подумали. А почему как мага не подходишь? Я не умею, я же не бореду. Я слабоват до этого. Для того, чтобы его кинуть, надо, чтобы он похудее был. Как Витя, да, инвалид? Да, и поменьше такой, и беззащитный. Ты предлагаешь сначала их делать инвалидами, а потом кидать? Да. А как иначе их будет кидать? Ты же только слабых, как настоящий охранник, только на слабых. Конечно, слабых и с поддержкой. А когда ответственность, то сразу убегаю. А этот, иди запаковывай, что, рюкзак, слышь? Иди, запаковывай, рюкзак, что ты? Хорошо, не запаковал. Какой? Нет. Вот рюкзак у него. Нарушитель вообще. Какая-то рюкзака. Все, мы следим за тобой. А то поедешь вон к этому, к тому поедешь, который уже уехал только что. Сейчас зашел, блин, ты же надо тыс набирать что-то? Да, сейчас мы тут закупим все, точнее, воруемся. Зазвуемся. А вон вариант твоей любимой выходе, нет? О-о-о. А тут есть все, по-моему, гибридные можно. Ты записывай, как я буду жрать просрочку. Так, я как паблик паблика спрашиваю, вот что вы хотите найти тут? Ну, блин, они, дело в том, что они не, неправильно продают товары. Они не пишут маркировку на товары. А неправильно это как, не по понятиям или не по закону? Не по понятиям. По понятиям нормальный пацан, когда что-то продает, должен написать, что да как. А, то чтобы ответ дергать, да? Конечно. А иначе скажут, там не написано, что хочешь, отравился и нормально. Там же не написано, что ты не должен отравиться. Интересная система. Она такая же, как влашание, там может быть. Правильно. Ну, лично меня... Ты знал, сколько салатов торгодных киногут? Шесть часов. Или третий час, так? С заправкой. С заправкой третий часа. С заправкой двенадцать. Двенадцать? Да, а дай восемнадцать. Без заправки восемнадцать. Ну, это тебе твои эти сказали, да? Нет, это вот сейчас, я вчера читал. Прям вчера залез и читал. В общем-то... Старый, а этот обновленный. Немножко увеличили. А меня, как паблика, собственно, ну, паблик просто, да, интересует, прежде всего, детское питание. Сейчас пойдем посмотрим на него. Это же маленький, это большая рыбка, а это маленькая. Детская, да? Детская. А по такому же принципу можно в секс-шопе, да? По ламитатору. Ну, давай посмотрим. Давай, посмотрим. Вот рыбка, да? Че это такое? Двадцать девять и десять, но я не понимаю, че это такое. Двадцать суток. Где? Рыбка. От минус шести до шести до плюс шести. Словно, хранение изготовлено по СДО, это то, хранить при температуре, минус четыре часа, свежая. Свежая. Да, Борис, не то, что ты тогда... Ну, вот здесь более-менее. Не то, что Борис тебя на рынке покупал, помните, да? На каком рынке? На моем выхино. Таранку с мухами. Кстати, я их выкинул. Я их выкинул. Я как-то не начал рассказывать про это, я их на мыхе. Ян Николаевич еще поддергал меня. Я испугался, что ты мне не стал покупать эту поводу. Ну, ты правильно. Срок годности 120 часов. Это, значит, нарезка. Ну, тут нету чего. Просто нарезки, срок годности нарезки. Ну, я не буду это есть, это дешевое. Я проверю. Да, дешевое. А, реально нету статуи изготовления. Слушай, а можно, получается, вот это все, получается, просрок, да? Да. Но она нарушена маркировка товара. Следовательно, нельзя было. Так, нам сюда этого. Я думаю, что-нибудь сожрем. А что, тут есть акции щедрые? Есть щедрые акции? Есть. Какие? Берешь, срываешь этикетку срокогодности. Что захочешь. И все, просрос. Нет, я имею в виду, если ты купишь просрок, то будет какие-нибудь щедрые акции? Нет, нет. Не будет? Я не знаю, да. Ладно, пойдем детское питание посмотрим. Я знаю, салатик. Слазик. Ну, смотри, они число написали у салата, да? А час не написали. Хотя должны были час написать. 15.37. А, это час? 15.37, да. 15.37 это время. А, ну тогда, да. 36.37. И еще, короче, нельзя перекладывать с одной тары в другую. Они должны сразу пасованные в тары продавать. И ложки не должны были лежать, кстати. А, наше ложек не помню. А, ну он же окисляется. Да, да, да. Я ревизор рассмотрел. А, ну... Да. А я прям читал вчера. Реально интересно было. Я читал прям все подробно. А ты... А ты... А ты салат употребляешь? Нет, я никогда не покупал. Нет, по молодости покупал. Когда не женат был? Да. Вот, кстати. Когда уже женат, я не знаю, может, было один раз там. Питопов я не, да? Это жена не знает. Нет, ну опасно. Ну вот ты узнаешь, из чего его сделали? Нет, я могу предположить, что вот это вот из чьих-то зубов, видишь, там такая беленькая, кровавая, как детские зубы малыши. А есть у вас, допустим, салат? Вот какой, вот это, да? Каяш-вес? Цезарь. Есть на него вот на каждый продукт, который там внутри? Есть какие-нибудь маркировочки срок годности, срок изготовления? Вот там какие-то. Ну это весь салат. А я имею в виду вот огурцы, сыр. На сыр есть срок годности, который там использован? Ну, пожалуйста, все уже зашквато. Да. То есть... Вы, кстати, сделали вот это... С чего сделали, не понятно. Где так, во всех магазинах? Я к вам претензий. Да не, не, не. Просто это все время в магазинах так происходит. То есть Павлик правильный пацан, может купить этот салат и зашкварится. Конечно. То есть ему туда напихали всякой, а он даже не знает. И даже не написали. Обычно эти салаты... А так вы написали, мы туда всякой херенины. Знаешь, как мне один человек говорил, обычно эти салаты делаются как? Это подходит с свободностью сыра. К концу. Да. И они из него чик-чик-чик-чик нарезочку положили там, что-нибудь, сетка дорожек, чик-чик-чик положили туда. То есть вот нарезают вот так вот и скидывают. А то же самое с котлетами, вон они в фарш походят. Они как бы, я не знаю, мне говорили, что они еще как бы нормальные, как бы с свободностью не подходят к концу. Это терпимо, если подходит к концу. А так, если что? А так, да. Но вот проверить, проверить мы это не можем. Пойдем детское питание посмотрим. Хотел водички купить, где-то вообще. Ну пойдем детское питание. А, проверим. Хорошо. Потому что если детское питание, то участковому придется ехать назад. Я вот, вот я с этой темой строго. Мы не торгуемся с теми, кто травит наших детей. Потому что нельзя травить наших детей. Нас нельзя травить. Потому что мы люди, а не свиньи. Где? 27-ое. О, 26-ое. Да? Да. Может, там другой срок. 7 суток. О, это зашквар. Подожди, да, посчитаем. Есть программа. У меня есть вот такая прога. Можем пожрать его сейчас? Сделано когда? 26-го, да? 26-ое срок годности. 7-7 суток. Убираем. Убираем 7 суток. Сегодня уже просрочено. А сколько время? Сегодня в час. 0.45, да. Бери. Продается просрочено. Бери, да. Бери. Везде вот этот говно продают мне и хотят, чтобы я его купил. А вот тут тоже 21-11. А сколько? Ёбсик, ты слышишь? Смотри, сколько он стоит. Еще 400. 1,5 рубля за просрочек, ребята. Акции, ёб-таки. В общем, мы можем это купить, покушать и вернуть остатки. В чем сейчас? Я тоже. Смотри, 26-го, да? 7 суток. Правильно? Такое, что? Мокко. 7 суток. Срок годности 7 суток. Словоохранения от плюс 2 до плюс 6. Здесь сколько? Плюс 2. Тоже просрок где-то? Да, я посчитаю. А если откажешься продавать, то вообще? Годин до 0,3-го. Нет, а тут может какой срок годности. Стой. А, ну до 0,3-го до часа. Да, до 0,3-го. Вот на камеру. Тут, млядь, я влятку услышу. Туда ни пюрни, везде просрочили торты. Вот серьезно, я бы как это в Рудбилл взял бы и выбросил. Просто тут у ребяток журналист, как бы, я сдерживаю, серьезно. Или пашки-то вот так вот. Короче, давайте им предложим так, варианта 2. Либо мы их оформляем сейчас с полицией, либо находится человек из магазина, который будет жрать и который облицо себе нырнет туда. Сука, чирил, блин. Чидай. Че, Борис, а можно так пить, вот не выходя из магазина? Или ты оплатил? Нет, уж не оплачу. Я оплачиваю. Почему бы нет? А ведь договор публичной оферты ты же купил уже, когда берешь, получается, в руку. А на качестве ты просто оплачиваешь, правильно? Вот это мой, этой баночке осталось 9 дней. Нормально, значит, еще. У нее срок годности год. Что это вы сделали? Для корзин. Я там, в общем, нашел с 17-го года питание, но у нее срок годности 24 суток. На суток? Месяц. Ой, месяц, да. Так, ну что, Камичелла? Ну вот, то, что мы нашли, сейчас пробьем просто. Ну это все, в принципе, недолго, но акт, акт типа. Так что, мы предложим им это сожрать? Конечно. Раз они нам предлагают это сожрать, почему мы не можем? Я тебе говорю, полторы тысячи стоит. Да, да. Не, спасибо. Карта 1 у вас есть, да? Нет. Ё, как-то трудно. У тебя тоже проблемы? В общем, это вроде коса самообслуживания, но мне тоже подходила, девушка помогала. Это у них называется этот. Тот, кто придумал, вообще не знает, как это бывает в итоге. Мне кажется, у меня вообще повисла эта программа, когда я все это делал. Ты накупился от тортиков? Тортик полторы тысячи стоит. Просроченный, сука, тортик полторы тысячи. Это сверх наглость, я считаю. Пу-ч-ч-ч-ч. А с чего вы взяли, что не оплачен? А удостоверение давайте ваше посмотрим. Давайте второй шесть, потом удостоверение. Ааа, ну до свидания. Че, он зарагуется? Че, он зарагуется? Че, он быстрее? Да. Он предлагает условие, решение. Ммм. Пойдем вот сейчас. Да. Пятый, пятый. Сейчас будет пятому, десятому. Здрасьте, девушки. Оооо. А можно у вас ложечки одолжить? Здрасьте. Надо бы тортик покушать просто. Кушаем. Ложечки есть у вас? Какие у вас? Для клиентов. Мы хотели покушать ваши изделия. Ложечки это, пожалуйста, покупайте. У нас праздник, мы хотим ваш тортик поесть. Неудобно, нечем есть. Ложечки у нас приобретаются в отделе посуды. Работай, Ашаник. Так, что пронесли? Все, отсканируй там. Не-не-не. Сканером с вами. Хрем, мыло, бархатные ручки. Маслины, оливки. Сыр по-шихонски. А это что за чек у вас? Давайте чек быстрее, ну там у вас. Да еще сумочка надо посмотреть. Ты же девушка убиралась мамой. Всегда не записывай. А зачем они тебе все дают вещи? Да я не знаю. Я понял, что они не слышатся. Бывает что такое? Ты чувствуешь себя супергероем. Слушай, а не господь брехли ты? Нет, не знаю. Иногда, мне кажется, да. Вот купили тортик. Сейчас попробуем вкусный или нет. И сразу дадим обратную связь магазину. То есть вкусный у них торт или нет. Ну и сначала Павлик, конечно. Понюхайте. Пахнет на все полторы тысячи, да? Сливочным какао-то. Ты дал бы за этот торт полторы тысячи? Честно, нет. Поэтому ты его купил. Я уже дал. Я уже дал. Для того, что Павлик, короче, руки не пачкал. Он обычно руками жрет вот так вот по лицу. Да, мне тут даже в магазинах предъявляли около дома, что я у них просрочку руками ел. Руками. Да. Обычно не руками просто. А тут руками. Ну это молодец. Вот мы с народом, мы хотим попробовать действительно то, что есть народ. Не как депутат там на три с половиной тысячи прожить, а на три с половиной тысячи прожить еще и питаясь в магазинах, еще и просрочно. Смотрите, у нас все красиво. Вот камера снимите. У нас есть тарелочка, тарелочка, есть салфеточка. Сейчас, секундочку, мы вас позовем. Представителю магазина, естественно, дадим попробовать тоже их торт. Кстати, хорошая мысль. Мы красиво сейчас все отрежем. Нарехом. Я даже постараюсь не трогать своими грязными лапами этот торт. Боишься заразиться? Нет. Пожалуйста, мистер. Спасибо. Здрасьте. Мы вас позовем. Вы дегустируете так, что ли? Да. Мы сразу будем дегустировать и сразу обратную связь давать руководству магазина. Мы здесь сейчас ждем или заместителя, или директора. А вам разрешена съемка? Да. А зарядка у вас есть? Ну вообще не разрешена, но мы так наглую короче снимаем. Ну просто у нас повод, праздник. У нас нельзя, ребят. Ну а у нас зато мы с вами хотим поделиться нашим праздником. У нас нельзя, ребят. Мы вам даже оставим тортик. Не надо. У нас еще два есть. А хоть три. Почему? Кого вы ждете? Вы кого позвали? Зам. Директора позовите, пожалуйста. Или директора. Самого старшего кто-то есть. Документы включаю, покажи. А что у вас? Директора звать только с документами? Нет, ну покажите. А вы охранник честно, да? Да. А у вас удостоверение частного охранника с собой? А покажите, пожалуйста. О, вину. Девушка сюда, вину давай. Не отказываюсь. Не отказываюсь. Как так? Павлик? Павлик. Павлик. Девушка охранник. Девушка. Позовите, пожалуйста, директора. Не хотят звать без паспорта, видать, без документов. Не хотят звать директора. А он, девушка, там чай пила. Девушка. Хотите тортик чаю? Нет. Жалко. Позовете, да, директора? Ну как, по твоему впечатлению? Ну какой-то сухой хрей. Суховатый. Мне тоже не особо такие нравятся. Ну чё, вариант, снимай. Или он уже физически высох. Нет, он такой есть, он безе. А значит мне такие не нравятся. Они плотные и воздушные. Да, и сухие. Ну чё, вариант. Я пробую? Давай. Я уже, к сожалению. Я то есть боюсь и... Ммм, крем вкусный. Тебе понравилось? Очень. Просто такое ощущение, как он просроченный, сука. Вот есть такое? Ну как будто старый. Мы можем срок годности посмотреть на упаковке. Да, мы не верим, что такой магазин он недавно открылся. За полторы тысячи? Полторы тысячи? Ёня, тебе просрок будут продавать? Ну... Ты ёбнулся, мальчик? Короче, Барьян ест. Сейчас Барьян, как эксперт, он его чует и в глаза дергается. Если у него где вы глаза дергаете, значит это просрочка. Ёбки. Он прям зальмурился. Он конкретно просрочен? Угу. Чё, реально? Он сухой. Не знаю. Может он давно старый, поэтому высох весь. Может быть. Не люблю. Не могу сказать, но... Павля, как думаешь? Какой-то суховатый, чё-то не то. Может посмотрим срок годности? Реально сухой. Потому что чё-то... А вон этикетка, вон. 26-го, 11-го, 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 14-го. 26-го числа. А сегодня какое? Третье? Семь суток. Третье число. Ну-ка считаем. 26, 27, 28, 29, 30. Первое. Второе. Ну, вчера просрок вынесли. Ничего себе. Бьюшся. Блин, просрок получается. Получается так. А мы не отравимся? А чё, мы жрали, сидели сейчас просрок? Может быть, сейчас Павлик загнётся. У него уже плохо. У него на лице уже написано. Или два Павлика. А два загибаются. Павлики – это вымирающий вид. Они загибаются. Ну, вы другой торт попробуем? Вы кушайте, вы кушайте. Свинство. Вот, обрати внимание. Говорит человек свинство. То есть, мы когда предложили ей торт угостили, она говорит, свинство это. Да. У них же купили, буквально. У вас купили за полторы тысячи рублей. Не, хотите вот, вот, вот у нас. Да. Так уж только что чай себе заваривают. У вас там даже чай есть. Да, под чай, мы же и предлагаем что-то. Тортик убрали. Тортик другой. Может быть, ребят, может быть, просто этот тортик будет вкусный? Павлик, попробуем? Конечно. Ну, если у вас есть, то уже простремся конкретно. У нас ППБ. Павлик, Павлик и Борис. У нас консилер. БПП можно еще. БПП. Он потный. Он потный. Он потный. Да. Сейчас сделаем макро-съемку. Макро-потосъемку давай. О, нормально все приближается. Сейчас так подойдите до X10 приближает. Да я его уберу так вот так, чтобы он как пот собрал. Давай. Ты его гладил. Сейчас он еще вспотеет. Это не пот. У меня еще руки грязные. Сальмонуллез поймаю сейчас. Смерзкий комяк. Я обычно с женой хожу такое делаю. У нее есть всякие брызгалки. У меня, кстати, тоже есть. У меня есть эта хрень какую. Гель. Ну что, Павлик, давай на счет раз-два-три. О, вот такая гель мою жена тоже. Ты уж сожрал? Подожди, я сейчас никогда... Гигиена прежде всего, пацаны. Нам сегодня придет кто-нибудь или нет ответственности? Ну мы сейчас пойдем искать его сами. Девушки, я вам серьезно говорю. У нас претензия, она придет, мы все объясним. Вы можете пока тортиком угоститься. Не понял, там нам не хотят приглашать. Вот уже сколько? Минут 20, да? Вот минут не 20, ну не 20. Ну, не 20. 15 минут. Я сказал, позовите заведующего кого-нибудь. Так, Павлик, давай, на счет три. Давай, раз. Подожди, раз. Раз. Два-три. Повелся. Так, вкусно. Он очень этот. Ну, какой-то... Реально какой-то. Нет, сначала как будто бы вкусно, а потом как будто хлеб старый. Вот этот хлеб, он как будто старый. Давай, я тебя сниму. Да, вот этот такой, сироп сверху он прикольный, а хлеб так, среднешковый какой-то, да? Как будто его не пропитывали, а пропитывали каким-то старым, бабушкиным поносом. Или он просто уже высох. Высох. Тоже высох. А ну-ка. Крем нормальный. А у него есть срок годности? Да, наверное, должно быть. Посмотри, Павлик, срок годности у него есть. Ёптель моптель. До часа ночи третьего числа. А сегодня у нас третье число, но уже девять вечера. Ёптель. Так они везде его продавали просроченный. 17 часов просроченный. Ты пойдешь какать? Мне кажется, я и писать, и какать. Ну, посмотри-ка, второй торт взяли, и он тоже просроченный. Бывает же такое. Что, третий остался? Ну, третий. Может, мы его даже не будем пробовать? Давайте сразу проверим. Да, то попоим. Давай уж немного проверим. Я даже запью химию. С 26-го. 26-го. Тоже как тот торт, короче. И тоже семь суток, вот. Семь суток, вот. Семь суток. Это третий тоже получается. Семь соток. Вчера он кончился. 3-0. В общем, на две с половиной тысячи мы взяли сладостей. А они, сука, просроченные. Извините. Можно вас узнать, вы здесь работаете? Да. Работаете? Не снимайте, ребята. На то, чтобы вы меня снимали, вы должны меня сначала спросить. Вы еще не знаете, зачем я подошел. Я отказываюсь с вами разговаривать. Вы отказываетесь? Можете тогда представиться? Я напишу на вас заявление, потому что вы являетесь сотрудником. Вас тоже снимают на камеру. Посмотрите, у вас тут весь магазин камера. Мы же вам ничего не предъявляем. Я знаю, кто меня снимает. А кто вы, я не знаю. Я Павлик. Я Павлик. Я Павлик. А я Светлана и дальше. Ну вот и все. Познакомились. Желание наше. Пожелаем. А то нет моего желания. Ничего страшного. Ой, а что же делать будем? А что же делать будем? Ничего не делаем. А может полицию какую-нибудь вызовем, если мы нарушаем ваши права? Я просто прошу прекратить съемку. Вот и все. А мы вам, к сожалению, вынуждены вежливо отказать. Смотрите, мы вам отказали, теперь мы вам это поговорим. В чем? Смотрите, мы сейчас купили три торта, да, и оказалось, что они просрочены. Вы можете нам вызвать директора или управляющего или менеджера по свежимости? А кто, значит, вызвали? Почему он полчаса не идет? Ну что, специально издевается? Вот это вот я уже не могу. Ну вот сейчас он придет, я буду издеваться над ним. Это красиво будет. И вы будете потом говорить, что я провоцирую, еще что-то. Я ничего не буду. Да, конечно, вы увидите. Я нет. А можно тогда узнать ваш телефон главного офиса? Потому что мы сколько, полчаса здесь стоим, а никто не подходит. Можете дать номер главного офиса? А у вас есть карта лента? Карта лента? Иди отсюда, если карты к ней. Я сейчас просто позвоню. Как его? Вот скажу. Да, комяк в серии на ютубе. Блин. Дело в том, что у меня уже болит живот, потому что он ручится, и не дождусь менеджера. Да, кстати, комяк уже. У меня уже просто болит. Я не понимаю, вот действительно, почему менеджер не может туда идти? Он что, боится, что ли нас как-то? Ну да, давайте сейчас мы его с помощью. Ребята, смотрите, что я теперь хочу сделать. Я хочу позвонить в главный офис, да, Ленте, сказать, что мы потребители пришли сюда. Полчаса ждем менеджера по свежести, ну или как он так называется. Который к нам не выходит. И нам не меняют, ну не меняют просто срочно. Ну не работают, да, с претензией. Два часа после... Здравствуйте. 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 Это вашу добру, да? Да. Здравствуйте. Мы хотим вам предложить поесть тортик с нами. А вы боитесь кушать свою продукцию что, девушка? Почему я боюсь? У Бори глаз задернулся. Не знаю почему. У меня может быть какое-то состояние здоровья, которое заваляется. Да? А вы отравились уже, наверное, да? Нет. Мы просто не потерплялись лапки. Ааа. Поэтому вы нам предлагаете, да? Я вам не предлагаю. Ну как нет, у вас на прилавках стоят? Я предлагаю вам решить этот вопрос. Почему тут тортов на 2500 просрочено? А еще можно вопрос какой-то, пока вы не решаете вопрос? А полторы тысячи? Да меня только с этим информацией прошло. Ааа. Пойдем, пойдем. Пойдем. Сейчас вот к женщине. А потому что я считаю, что это издевательство. Почему нам сказали, что только сейчас информацию снимают? Я не знаю. Я не знаю. Вы что думали, шутим что ли мы или что? Я с вами и вас убылаю достоверно на микро. Вот, человек говорит, а значит кто-то из вас врет получается. А зачем вы на нам издеваетесь? Так я не пойму. А давайте решим вопрос. Вот вопрос он. Почему вы на нам издеваетесь? Что мы вам плохого сделали? Почему вы нас заставляли 40 минут ждать? А вопрос, пожалуйста. Каким образом? Почему вы нас заставляли 40 минут ждать? Я прошу идти на темноте. Это вы виноваты? Хорошо. Давайте сделаем меня виноватым. Ну вы чай пили нам? Вы же хотите знать темноватого, да? Конечно. Если виноваты, то конечно. Я тогда берусь и веношу вам своей семье. Ну а почему вы не приходили? Вы забили на нас? Ну а мы что не покупатели? Здесь других покупателей нет. Я не вижу. Здесь было пластиковые пляжи раньше? Нету здесь. Сюда покупатели недовольны? В общем, просто покупать. Такая ситуация. Купили вон три торта. Торта. На две с половиной тысячи рублей. Вот там один полторы стоит. Там остальные чуть меньше. И они все оказались просроченные. Мы все их уже поели почти. Значит вы набрали? Вот два торта мы употребили. Вот с Борисом и с Павликом. Для вас раньше сказали, а вы потом работали с людьми, а потом только пришли. Или как? Вы хотите прям точно узнать время, когда мне дошли? Да, брали вы или нет? Вы хотите прям на землю, потом не дошли и в армации? Да. Ну это только что из колд-центра вам. И вот предлагаем сейчас скушать эти торты людям. Надо что я только что звонили и сказать, что вы подойдете. Вы прям сразу подходите. Почему? Вот этим людям, которые травят народ, предлагаем покушать. Не хотите тортик? Нет. Я? А мы с вами почему на «ты»? Нет, почему я сказала, что вы снимаете. Правда? Да, вам просто сказалось. Люди сказали на «ты» или на «вы»? Она сказала, вот эта женщина. Скажите мне. Да, да. Скажите мне. Скажите мне. Да, да. Сколько человек смотрит? Хоть 200. Хоть 200. Сейчас будет 200. Чуть попозже. Вы кушаете тортик-то? Зачем кушать? Мы же покушали. Так, а удостоверение-то вы принесли? Зачем? Посмотрите. Пока еще ничего случилось. А как раньше случилось? Я у вас требую. Удостоверение ваше. И все, все, убегает. Уже ребята звонят. Что у вас тут случилось, Тима? Не забыла, а забила. Вот даже люди пишут, чтобы забили. Значит, вы виноваты все. А вы обманули, да? Вы ищите виноватых? Хорошо, я примула. Мне зафиксировать. Вы обманули? Зафиксируйте вам, если вам станет легче. Давайте сейчас вернемся к этой проблеме, к которой вы обратились к нам. Ну, давайте принесите на видео извинения. На видео извинения. И покушайте торт. Я прошу вам свои извинения. Все, спасибо. Я очень рада за вас. А торт не хотите покушать? Я сказала, что я просто тут не буду. Ну, давайте. Кто у вас за свежих отвечает в магазине? Кто отвечает за то, чтобы эти торты не появлялись на прилавке с просроченным сроком годности? Отключает руководитель всех. Завейте сюда. В это время они не работают, а не работают у шести. Когда он не работает. Люди травятся в это время. Кто отвечает? Приходите с девяти до шести, если хотите общаться именно с руководителем данного отдела. Нет. В семь часов, после шести, восемь часов, девять. Кто отвечает? После шести отвечаю я, поэтому я к вам не ушла. А, то есть кроме вас никто не должен это есть. Я не хочу, чтобы вы просто решили проблему. Я хочу, чтобы у вас был плохой осадок. Либо на мой. Да, либо на... Либо на урок. Если у вас будет плохой осадок эта вода, да. Вот вы сейчас по мне как-то что-то думаете? У меня осадок хороший? Нет. Вы не ели этот торт. А я не буду его есть. А Боря ел? Я ел. Я ел. У меня не позволяет здоровое и сладкое. Он же говорил о том. Нам тоже, я думаю, будет не позволять. Мы же когда покупали, вы же знали, что это сладкое. Правда же ведь? Сладкое? Вы осознанно покупали сладкое. Дело в сладком. Да? Я говорю вам про то, что у меня здоровье не позволяет есть сладкое. А у кого позволяет? Сахар на диабетах? Я, кстати, сахар у меня вообще дома нет сахара. Я не буду озвучивать, что такие у меня проблемы стоят. Я сказала, что сладкое отказывается. Если у вас короткий вопрос, задавайте, мы подождем. Подойдите, пожалуйста, на стоечку информации. Мы с вами решат вопросы. Так, давайте заднёмся вопрос. Вы хотите делать воплаку, или вы хотите вы делаете? Хотим вас брат сделать? Да. И хотим услышать вразумительные какие-то оправдания. И наказать от этого человека, который допустил. Я информацию доведу до вышестоящего руководства. Про себя? Про себя? Почему про себя? Я бы говорила про руководителя, который ведет отчетность по данным продукциям. У нас есть директор, который будет наказывать соответственно. А как обычно наказывать, если человек действительно… Решает премию. Решает премию. Это он выписывает прям приказ, директор? Ну, я не могу сейчас обосноваться. Облака директора. Это ТЦ облака, кстати. Вам, допустим, просто скажут, что наказали работника. А как убедить тебя? Ну, вы можете обратиться конкретно к директору, да? Можете в письменном виде обратиться. Можете их ровным виде. Не, ну я понимаю. Он скажет… Сколько дней имеется в виду? Да. Ну, буквально за 2-3 дня… Это взяблика. Ну, я имею в виду не более… Да, да. Вот это все просрочено. Часть чуха съедена. Не более 10 дней. По идее… Не более 10 дней. И вот, говорит, проблемы со здоровьем, нельзя есть сладкое. А если обращение? Да. А если обычное обращение в организацию? Ну, думаю, что вы стреляете. Не более 30 дней. Домашнее задание. Возьмите закон о защите прав потребителей, почитайте. Нормально, да? Вазбуки вкуса тоже выходят такие с короной? Есть хотя бы без короны. Вазбуки вкуса с короной выходят и вообще ничего из закона защите прав потребителей не знают. Такое ощущение, что я должен его учить и читать, а не они… Естественно, хотим, чтобы все оформили, забрали все, утилизировали, вернули денежки. И также у нас есть вопросы еще там по маркировке продукции. По сырам вашим. Тут по защите прав потребителей закон не знают, а по таможенным какими-то нормативам, мне кажется, и не пахло вообще. Ну, срок годности должен быть указан. У нас есть информация, которая должна все декоментироваться и сформировать информацию. Маркировка? Что должна нести на себе на маркировку ставить? На маркировку какую информацию нужно? Да нет, они не понимают даже, о чем речь. Ну, они не знают. Тут что-то для случаев не знают, как маркировка должна делать. Тут даже защите прав потребителей не знают, который у них должен висеть у него здесь. Да нет, удалок потребителей тут есть, просто они никогда не доставали. Там закон защите прав потребителей. Он лежит, но они никогда и не вставали. Там появится все время. Они должны знать, что это больно. Молодые люди, подойдите, пожалуйста, с вами об этом. Предоставьте, пожалуйста, документ, чек. Вот потерял чек. Вот потерял чек, нет чека. И у меня вот тоже люди спрашивают, как быть, если чека нет. Вот нет чека, потерял, что делать? Нет, даты клиента нету. Камера, вот отчаял свой чек на себе все. Ничего нет. Паспорта тоже нет. Может, забыл где-то. У вас все вопросы взять? Нет. Ну, мы их там попустим. Может, пойдем, покажем вам про маркировку. Мы покажем. Зачем не узнать загоны? Сумму взятку у вас потребителей? Работай спокойно. Очень элитично. А книга отзывов у вас тут? Книга отзывов тут у вас? Дайте, пожалуйста, вот Павлик хочет написать отзыв, да? Я не хочу. Не хочешь? Тем не все время. Боря, хочешь написать отзыв? Да, я думаю, напишу отзыв. Вот Боря сейчас. Я даже знаю где. Как курица, ладно. А вот весь вот на ценах к ужину, вот так прямо на эту руку. Вот буквально мы пробили, потом пришли поесть и все ждали. А вы подскажете? Вот часто вы вообще покупаете просрочку, замечаете там? Напишите пока что-нибудь. Ну и лайк поставьте, что ли? Лайки, лайки. Адекватный парень. Комяк тут и Боря. Да, все здесь, все тут. Все тут. Стас, Гена, Турбал. Ты уже рассказал, да, как мы встретили воришку? Да, воришку сегодня заковали, в наручников увезли. Ему было дико стыдно. Я, кстати, удивлял, что ему наручники. Ты считаешь это превышенным, ну как, излишним было использование наручников? Да нет, тут преступление налицо было. Я вот этим пальцем, вот этим пальцем. Ну если он тем более пытался убегать. Просто как по мне, да, вроде наручники надевают, это в случае опасности. Полиция, полиция приехала. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы не вызывали, а почему у вас дубинка в руке? Вы кого-то бить собрались? А почему вы именно к нам подошли? Я прошел спросить. Нет, почему именно к нам тут? Людей там много. Адрес здесь, а ты как раз индифицируешься как адрес. А какой вам адрес нужен? А вы зачем с дубинкой-то ходите? У вас есть основания для ее применения, что ли? Для чтобы для вас полез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...